рассказать вам порядок работы представить спикеров думаю с чего начать с представления спикеров либо с замечательной историей которые я услышал в Дании я недавно был на одном мероприятии там не принято говорить когда человек там много на каком-то мероприятии выпил там по-датски используется выражение он устал человек вот он очень устал и поэтому когда началась конференция он не мог вставить слайд и прошла конференция пресс-конференция там русский профессор так и не смог там ставить слайд либо там какой-нибудь ханс устал и там на мероприятие себя в офисе там прыгает через стол там зацепился ногой за стол упал потому что он устал дальше я конечно сомнительную такую сделаю параллельно мой хороший товарищ Алексей Венедихтов который очень люблю Ташка и все остальные вот впрочем он мне простит такую аналогию о которой мне пришлось у него в голову вчера был очень большое мероприятие фуршет вот и как нам сказали в офисе сегодня Алексей очень устал и он не сможет к нам приехать и вместо него приедет Юрий Фетудинов это генеральный директор Эхо Москвы между прочим с 1992 года какой серый кардинал мало кто об этом знает он фактически реально реально руководит всем бизнесом и вот спасаясь своего товарища который устал через несколько минут он присоединится к нам а пока я узурпировав микрофон директор а я один просто из участников представлю с большим удовольствием своих коллег но я начну значит слева справа налево от вас и слева справа от меня Владимир Кравцов это пресс-секретарь в совете председателя комитета по официальной политике и государственной думы Евгений Миченко председатель комитета по джар российской ассоциации по связям с общественностью и один из в общем-то ведущих специалистов России в области джар который активнейшим образом занимается исследованиями джар на близлежащих рынках стран СНГ были прекрасные исследования очень интересные на Украине и в Белоруссии вот Евгений сегодня порывался здесь выступить с докладом мне пришлось его остановить сказать что увы доклад можно только упаковать в вопросы которые будут задаваться и так далее поэтому если будут идти много примеров большие куски текста который нам будет рассказывать Евгений просто из тех исследований которые проводилось все его институтом и фондом дальше Олег Германович Румянцев это очень известный человек в области политики он был депутатом государственной думы до 1993 года и писал яркую страницу в конституционный процесс в России он был один из авторов Конституции и вот эти все он был председателем Конституционной комиссии еще в 1991-1993 году если меня не изменяет память точно я не думаю после того как произошли известные события в 1993 году Олег Германович стал заниматься бизнесом и сейчас он один из самых авторитетных людей в области джар последние несколько лет он работает советником формальная должность я здесь зачитаю это не вопрос вице-президент компании ТНК БП менеджмент совете экспонентного директора компании и занимается вопросами связано с газовым с лоббированием в области газовой отрасли то есть здесь акцент на этом есть у нас нефть есть большие специалисты в области лоббирования нефти есть у нас газ там тоже большие специалисты я понимаю здесь идет такое структурное отделение дальше хотел вам представить на самом деле нашего главного гостя потому что он наибольшее количество усилий потратил и большое ему спасибо чтобы у нас здесь оказаться на днях пиар в Москве это Дилип Чичирян он находится справа от меня он представляет крупнейшую в Индии пиар компанию в этой компании работает просто чтобы так для ориентации там 400 человек фулл-тайм и поэтому мы будем этот круглый стол строить на основе вот такого некоторых опыт российско-индийской и так далее и также я хотел представить нашу коллегу партнеру Ольгу Бело она представляет компанию является партнером ESL Network это одна из наиболее серьезных компаний французских и кстати говоря была благодаря ей Дилип Чирян оказался здесь потому что они тоже партнеры я имею ввиду между Францией и Индией ESL это компания которая специализируется на в том числе в первую очередь фактически на джар и лоббирование у них есть офис в Евросоюзе и руководитель этого офиса для тех присутствующих кто был на прошлых днях пиар в Москве кстати поднимите руки кто был на прошлых днях пиар мне такой слогический вопрос лес рук 5 человек а из этих рук поднимите пожалуйста руки кто был ровно год назад на круглом столе где был представитель руководитель офиса Брусселя вот компании ESL вот один человек живой классик у него можно будет после нашей встречи задать вопросы как было год назад и будет ли у нас сегодня лучше чем чем год назад и так я пожалуй всех представил и положа перед собой шпаргалку которую мне подготовили мои коллеги которые стали которые готовили этот круглый стол я предложил бы друзья его построить по следующему принципу здесь есть несколько тем на которых я буду а после того как подойдет Юрий Фитудинов ему мы подадим слово он будет модерировать вопросы есть несколько тем вокруг которых я хотел бы построить нашу наш разговор поэтому у меня такое предложение к моим коллегам к участникам подним дискуссии на круглом столе я буду задавать вот некоторые вопросы то есть обозначать тему и буду предоставлять возможность мы с нее как раз не начнем уточняют уточняют самопорозглашенному модератору круглого стола Минцеву Горгеновичу делает замечание что я не очень внимательно читаю регламент оказывающийся должен предоставить слово Дилипу Чириане нашему основному фактически точнее единственному гостю который сделал презентацию в течение пятнадцати минут которая к нам приехала которую подготовила после этого мы продолжим более широкий контекст дискуссии который я сказал и так пожалуйста значит Дилип Чириан он будет говорить презентацию на вести ее на английском языке все взяли наушники я так понимаю и будет перевод из кроны и так Дилипу вам слово пожалуйста к нам подошел модератор круглого нашего стола подиума о котором я уже говорил сам на начале это генеральный директор всем известной радиостанции Эхо Москвы сейчас через несколько минут я тогда передам ему слово буду совместно модерировать эту дискуссию очень фундированная презентация и может быть я хотел бы сейчас послушать вопросы просто на понимание есть ли присутствующих вопросы презентации может быть кто-то что-то хотел отрочить потому что она достаточно важная так пожалуйста только представляйтесь я хотел бы понимать формат сколько примерно по времени я думаю что минимум наверное 10 минут 10 минут хорошо я единственное хотел бы расширить вопрос тем более мне кажется что когда мы используем компартилистский подход сравнения конкретные феномена они представляются нам более выпукло и понятно поэтому я хотел бы коротко коснуться доклада который мы сейчас готовим к большой уже презентации доклад называется ЕП лоббизм сопоставительный анализ технологий лоббизма в России Украине Казахстане и Беларуси кстати говоря из этого доклада понятно почему у нас ЕП собственно и не складывается причем по вине Украины дело в том что вообще подавляющее большинство режимов на постсоветском пространстве они транзитные находящиеся в процессе становления поэтому правила игры и принципы принятия решений очень быстро меняются обратите внимание в Украине конституционная реформа практически не прекращается только недавно произошла конституционная реформа в Казахстане и не исключено что она будет иметь продолжение так или иначе происходят постоянные изменения в рамках плебисцитарной демократии в Беларуси несмотря на то что лидеры России говорят о неизменности конституции в то же время очевидно фактическая перегруппировка системы принятия решений в России и сейчас до конца непонятно какой все же она будет видимо опять же это будет модель такая органическая то есть не то что нарисовали квадратики и выстроили а будет система некого утрясания вот этих вот двух центров решения и нащупывание между ними вот этого баланса причем баланс очевидно в ходе первого срока Дмитрия Медведева будет меняться и вот эта вот органическая модель она характерна практически для всех постсоветских стран когда формализованные модели принятия решений они имеют свое значение и несомненно их роль возрастает и особенно в России и в Белоруссии то есть технология соблюдения формальных правил процедуры грамотная она работает особенно в России в последнее время в связи с введением так или иначе тендерных процедур с увеличением прозрачности по крайней мере распределения государственных подрядов эта процедурная технология становится более эффективной но все равно вот этот неформализованный характер принятия решений он сохраняется при этом очевидно что лоббистская деятельность носит неформализованный характер нигде нет закона лоббизме более того очень сильно переплетен вообще лоббизм как таковой ведь очевидно например в Белоруссии ну если говорить о лоббизме то это в первую очередь все таки лоббизм государственных предприятий где частного бизнеса практически нет та же самая ситуация у нас в России в Казахстане когда ключевыми субъектами лоббистской деятельности является собственно не частный бизнес а госкорпорации и можно конечно говорить вот в Госдуме недавно был круглый стол на эту тему и говорят да нет ну что Газпром развел лоббистский субъект так извините пожалуйста да Газпром несомненно в том компания с государственным участием но там есть несомненный частный интерес тем более опять таки но ни для кого не секрет что в Газпроме как минимум три конкурирующие группы влияния каждая из которых отстаивает свои интересы в том числе и финансовые РАО и РЖД несмотря на государственный характер акционерного капитала несомненно лоббистская структура вокруг которой есть целый набор частных интересов и опять же тут надо понимать что для всех стран постсоветского пространства за исключением разве что Беларуси характерна непрозрачная структура собственности и владения что очень важно очень часто различаются собственности владения человек который формально не является собственником крупного пакета акций той или иной компании тем не менее может ей владеть на основании тех или иных неформальных договоренностей и не всегда доступна информация о реальных собственниках владельцах бизнес структуры а значит об их потенциальном влиянии возможностях далее отсутствует устоявшаяся партийная система и основными структурными элементами политической системы выступают не партии а клановые номенклатурные группы и клиентелы отдельных политиков и практически везде партии представляют собой федерации бизнес-групп которые где-то более активно перекрупироваются как в Украине где некоторые люди сменили за недолгие годы независимости этой страны до десяти партий где-то этот процесс стабилизировался как например сейчас в России и особенно в Казахстане где одна правящая партия но он продолжается далее высокая значимость региональных кланов как политико-экономических игроков в первую очередь это конечно же характерно для Украины в меньшей степени для России и практически совсем сейчас не характерно для Казахстана где Лукашенко удалось сбалансировать между собой региональные группы влияния и практически уничтожить их возможность выступать в роли самостоятельных игроков очень много говорят о могилевцах земляках президента но очевидно что выходцы из Могилевской области являются самыми страдающими представителями белорусской элиты их чаще всех сажают снимают с должностей и так далее батька прорежает свою элиту кстати говоря вообще интересно что наверное самая низкая кадровая элитная мобильность сейчас в России потому что очевидно что одна из технологий власти Назарбаева специфическая это постоянное перемещение представителей элит с разных постов причем в абсолютно разные отрасли человек побыл Акимом его назначили в госкомпанию оттуда в администрацию президента и так далее то есть таким образом Назарбаев пытается выстроить систему в которой не создаются устойчивые коалиции которые могли бы быть источником оппозиции ему в то же время Путин на протяжении особенно второго срока своего президентства выбрал другую стратегию это баланс кланов уже существующих когда в общем-то создаются какие-то группы и он просто выступал в роли такого модератора лоббистских процессов между вот этими вот номенклатурно-бизнесовыми группами далее очень важный момент это кстати говоря что еще забыл сказать снижается фактор племенной жузовый практически везде вот этот вот реликтовый в том числе и в Казахстане в последнее время практически все опрошенные нами эксперты по Казахстану считают что степень значимости жузового фактора в последнее время преувеличивается далее наличие высоких политических рисков толкающих бизнес на диверсификацию приобретение иностранных акционеров в том числе через выход на IPO в Беларуси это имеет свое специфическое измерение не имея возможности активно развиваться внутри страны белорусская элита радостно подхватила идею похода в Латинскую Америку и выстраивания там второй Беларуси при поддержке руководства Венесуэлы, Колумбии и так далее и сейчас вот эта вот международная экспансия Беларуси имеет совершенно потрясающие объемы то есть там уже до десятков миллиардов долларов доходят общие контракты и там они строят целые города предприятия с нуля создают отрасли то есть вот это вот интересный момент наличие жесткого авторитарного режима внутри страны толкает элиту мотивирует ее на то чтобы искать возможности для самовыражения за пределами но при этом опять-таки в рамках решения государственных задач интересный момент характерный практически для всех стран это значимость силового фактора и активная роль силовых структур в процессах передела собственности и политической борьбы при этом практически везде присутствует конкуренция между силовыми структурами мы знаем примеры когда во время президентских выборов в белоруссии чуть не произошли вооруженные столкновения КГБ и МВД Белоруссии мы помним недавно прошедшую войну силовых структур в России публичными представителями которые были с одной стороны Виктор Иванов с другой стороны Черкесов руководитель госнаркоконтроля и очевидно что эта история еще не закончилась и будет иметь продолжение далее интересный момент это специфический для системы власти во всех упомянутых странах это наличие параллелизма в положениях в полномочиях ряда государственных структур причем иногда создаваемые совершенно сознательно руководителями страны для того чтобы это потом вот на этих противоречиях параллелях выступать в роли модератора интересов тех или иных лоббирующих групп далее решающие формальное и неформальное влияние первых лиц государства характерно конечно же для всех упомянутых стран кроме Украины где сейчас идет конкуренция между тремя центрами влияния причем интересно что несмотря на то что формально сегодня тот же самый Казахстан является президентско-парламентской республикой по факту он остается республикой президентской хотя вот мы недавно обсуждали в закрытом режиме с ведущими аналитиками по Казахстану развитие событий и все таки видимо после ухода Назарбаева вот эта вот модель разных центров власти которая заложена сейчас в конституционных возможностях но не реализуется она может быть реализована далее о чем я хотел бы сказать что практически во всех упомянутых странах за исключением разве что Украины крайне низкая эффективность технологий гроссруц так называемых то есть организации массовых акций поддержки населения в ту или иную силы из ресторана конфликта то есть если ну одной из крупнейших наверное акций гроссруц был конечно знаменитый оранжевый майдан 2004 года однако в Украине степень эффективности этих технологий очень сильно упала в силу того что их слишком часто использовали более того поскольку майдан был действительно символом того что люди вышли в значительной степени по зову сердца то сейчас проплаченные эти майданы на них уже не обращают внимание они даже уже не становятся значимыми информповодами для средств массовой информации Евгений одна минута прошу прощения осталось в то же время в россии прямо противоположная история вот это вот так сказать травма связанная с неудачей в Украине очень часто вынуждает органы государственной власти принимать решения прямо наоборот то есть если начинаются какие-то массовые акции с требованием чего-либо то естественно сразу презумпция что эти акции кем-то организованы и проплачены а значит реакция должна быть прямо противоположной очень часто это удлиняет срок жизни тех или иных региональных лидеров против которых проводятся акции протеста вот я заканчиваю надеюсь что дальше в ходе ответов на вопросы я разовью уже заданную линию спасибо спасибо и прежде чем сейчас передать микрофон и слово нашему модератору генеральному директору дистанции Москвы Юрию Федутинову передо мной сейчас лежит досье на Юрия я большим интересом читаю в нем что в октябре 2007 года Юрий Федутинов удостоен звания офицера государственного ордена Франции за заслуги поэтому я бы предварил бы передачу соответственно сейчас с вами микрофоном вопросом в контексте этого ордена адресованные к вам следующим образом уже несколько лет среди интеллигенции дискутируется вопрос сейчас правда уже тема совсем не актуальна даже там закроют радиостанцию цеха Москвы настолько она себя ведет вызывающая с точки зрения информационных поводов по сравнению с другой российской прессой которая сейчас в общем-то приглажена и выстроена в определенном порядке поэтому мне все время хотелось понять и задать вам вопрос а вот на радиостанции цеха Москвы Джар кто у вас занимается хотелось бы посмотреть на этого специалиста очень хочется у него опыт перенять каким образом удается быть таким эффективным в этой области пожалуйста я благодарю за возможность принять участие в этой дискуссии честно говоря хотел сидеть в этом зале и слушать выступления специалистов для того чтобы обогатиться опытом я работаю на радиостанции Эхо Москвы в качестве генерального директора с 92-го года на сегодняшний день я наверное самый старый руководитель радиостанции в России и сегодня я понял что я ничего не знаю я хотел бы также обратить внимание на то что существует некая иллюзия что Эхо Москвы не закрывают Эхо Москвы это было 60 радиостанций по стране на сегодняшний день Эхо Москвы вещает в 30 городах в 30 городах Эхо Москвы закрыли последнее известие которое я получил от 28 мая этого года Эхо Москвы закрыли в Ростове-на-Дону мы там повещаем еще до августа месяца и перестанем просто не должно быть никаких иллюзий Эхо Москвы это не исключение из правил а Эхо Москвы это подтверждение правил это первый момент второй момент на который я хотел бы обратить внимание это уже не на Эхо Москвы и не на себя а на тот прорыв который очень важно отметить в нашем сегодняшнем с вами в нашей сегодняшней с вами встрече впервые по-моему Эхо Россию сравнивают и Россия учится у Индии не у Соединенных Штатов Америки не у Франции не у Англии не у Швейцарии желательно в Швейцарии а у Индии ведь на самом деле когда Евгений выступал и произносил до боли знакомые мне слова Игорь не не упомянул о том что я кандидат исторических наук и защищал свою диссертацию в Институте Африки на боли знакомые слова снижается племенной фактор это 21 век силовой фактор играет роль вспомните какие у нас были чуть ли не произошли столкновения между МВД и ФСБ а мы с вами знаем происходили они или нет когда героев России в метро избивали представителей МВД это здесь в Москве происходило я вас уверяю это взаимосвязанные вещи поэтому не углубляясь в эту дискуссию я просто хотел бы подчеркнуть что нам надо учиться пиар у Индии у Китая может быть у Сингапура где мы недавно вместе с Игорем были и в этом плане я хотел бы чтобы вы задавали ваши вопросы нашим индийским коллегам потому что им есть что нам рассказать французам нам нечего рассказать мы не Париж что под Свердловск Париж что под Свердловск ну между Свердловск и Челябинск просто Евгений и Челябинск он уточнил и в этой связи я еще раз хотел бы очень важный момент мы развивающаяся страна мы с вами практики Челябинск как мы пытаемся мы решать наши вопросы с властью тут первый вопрос Челябинск и коррупция как не перейти эту грань я думаю что многие здесь присутствующие много бы дали для того чтобы мы их научили как правильно перейти эту грань и показать пути перехода этой грань я очень испугался прошу прощения что вы скажете я думаю многие из присутствующих эту грань переходили много раз и поэтому понимают как это сложно хорошо что фраза закончилась другим образом извините все таки я хотел бы чтобы мы перешли к нашей дискуссии я человек безусловно малоинтересный в том отношении что я переходил эту грань как вы понимаете в своей сфере ну кому интересно как получать лицензии в министерстве печати в бывшем ну кому это интересно значит многим интереснее я думаю многим многим интереснее как получать лицензии в нефтедобыче в рыбопереработке в вот что интересует конечно же нашу аудиторию и в этом плане я приглашаю вас самым активным образом принять участие в этой дискуссии и прежде всего задавать практические вопросы потому что мы с вами практики от пиар и нас интересует как решаются эти вопросы может быть и в России тут сидят весьма опытные люди в этом плане призываю вас вытянуть из них все жилы в этом плане Юрий ну вы сейчас меня простимулировали как одного из ведущих я просто сейчас там колеблюсь кому передать слово практику в нефти в области нефтегаза Олегу Румянцеву который может нам расскажет об опыте как переходить эту грань либо не переходить эту грань которую так изящно назвали джарой коррупции либо соответственно представителю единственному законодательной ветви власти государственной думы Владимиру Кравцову что он на эту тему скажет наверняка наверняка государственной думы это есть та последняя черта где кто-то переходит либо не переходит вот эту тончайшую грань Евгеньевич уже в конце когда все выступят с неким таким как он прокомментирует эту тему Юрий мы в прямом эфире мы всегда в прямом эфире так ну комментарии на самом деле по нескольким по выступающим по основному докладчику и по замечательной презентации и выступлению Евгения Минченко на что обращает внимание в презентации основного докладчика про Индию очень-очень верно подметил наш модератор Российской Федерации впервые учиться у Индии на самом деле хочу как небольшую ремарку вам как историку сказать что впервые начали мы учиться в Индии еще в 90-м году когда работали над проектом Конституции Игорь Минтасов об этом сказал в этой краткой истории значит в одной из предыдущих реинкарнаций вот была у меня такая деятельность когда значит мы работали над проектом Конституции мы вовсе не американскую Конституцию имели перед глазами так сказать и в нее так сказать тупо смотрели как некоторые оппоненты полагают мы внимательно изучали Конституцию Испании и Конституции Индии очень внимательно потому что нам казалось что для федеративной страны которая является Российской Федерацией крайне интересен опыт вот этих сложных сложных федераций которые иногда сегодня называют федерацией но Индия и Испания были очень интересный опыт и уже тогда мы считали очень важным учиться у Индии такая небольшая ремарка что в этой в первых же слайдах презентации нашего индийского коллеги мне понравилось то что 75 процентов GDP или ВВП генерируется в Индии частным бизнесом частным капиталом посмотрите насколько это важно и потом логично он перешел в середине своей презентации к проблеме выборов понимаете а у нас не частного капитала нет не выборов нет вот видите как интересно учиться у Индии как в одном так и в другом вроде бы emerging markets да развивающиеся рынки брик а тенденции противоположно направленные вот я признателен Евгению Менченко что он оценивая единое экономическое пространство его просил просто расшифровать чтобы наш товарищ из Индии понял что такое ЕЭП потому что очень сложно при нашей любви к кабриатурам понять чем ЕЭП отличается от ГЛРО я думаю что очень важно когда он анализировал развитие в едином экономическом пространстве в этом проекте Белоруссию Казахстан Россию и так далее было сказано ну не произнесла такая скажем так фраза но конституционные условия government relations конституционные условия лоббистской деятельности ведь это действительно вещи глубоко взаимосвязанные потому что лоббизм это во многом все таки взаимодействие организованной части гражданского общества который является бизнес в первую очередь частный бизнес да вот в Индии он превалирует и это нормально и это нормально потому что государственный бизнес никогда не будет конкурентоспособным по сравнению с частным бизнесом если Дмитрий Анатольевич Медведев официает задачу повышения производительности труда вслед за Владимиром Путиным то очень сложно этого добиваться в условиях господства государственных корпораций вот такие глобальные задачи нашего прорыва не просто назвать проект на нанотехнологии а добиться того чтобы у нас действительно было повышение производительности насколько это все связано с конституционными условиями развития нашего и сворачивая избирательную систему и проводя фактически вот то что вы назвали органической моделью она очень слабо представляется собой органическая она какая-то очень неорганичная это модель понимаете когда у нас применительно конкретно историческим условиям каждый раз конституцию будут толковать по-разному то есть есть живая конституция это вот центр власти переместился в белый дом есть писаная конституция в которой написано все по-другому вот в этом отношении мне очень показалось интересно что вот эта индийская приверженность принципам демократии действительно обеспечивает демократическое развитие этого государства демократическое развитие там бизнеса и действительно существенное приближение к новым условиям которые необходимо использовать в 21 веке вот этот мне кажется мне кажется что проблема российской федерации сегодня как раз в том что мы как-то наоборот в сторону одичания идем потому что посмотрите отчуждение человека от политики от участия в управлении делами общества и государства консюмеризм не просто запредельный консюмеризм а консюмеризм становящийся такой идеей подсознания Олег Германович я сейчас прерву секундочку по поводу одичания тут у меня записка поступила владелец машины форт фодиа который б в 650 мб 150 рус который ее поставил на неправильное место просьба эту машину переставить если соответственно представитель а вот он как раз в нашем зале отлично я хотел пошутить сначала с того что эту машину угнали но хорошо что не стал шутить просто надо переставить спасибо извиняю Олег спасибо тебе за гуманизм по отношению к слушателю я хотел бы воспользоваться вот возможностью встрять не дадите уйти от вопроса не дам не перейти грань не дам не дам об одичании или о том это очень интересно связано это теснейшим образом связано понимаете теснейшим образом связано потому что частью одичания и является терпимость коррупции частью одичания является понимание того что можно имея там какой-нибудь Porsche Cayenne вминать в асфальт так сказать идущую там по тротуару публику или стоящую на обочине и при этом знать что ты заплатишь гаишнику или даже ему котлетку выданную тебе так сказать в компании или просто так сказать благоприобретенную и поедешь дальше понимаете это вопросы терпимости коррупции и нового современного джара это вещи одной и той же одного и того же ряда для меня вот когда мне журнал о лоббизме задавал вопросы что вы являетесь важным что для вас какие качества необходимы чтобы быть эффективным джар-специалистом я поставил умение работать с внешними стейкхолдерами то есть внешними контрагентами прозрачно без нарушений этических норм и норм законодательства я глубоко убежден что от уровня нашей политико-правовой культуры и общей культуры зависит и вот это ставит ли каждый конкретно лоббист каждый конкретно лоббист свои деятельности умение работать без нарушения этических норм и норм законодательства на первое место потому что если этого не происходит если можно это Юрий это вот это то же самое что относится с конституционным устроем если можно не нарушать конституцию или можно не нарушать этические нормы и норм законодательства в лоббизме то есть если можно как бы на это прикрыть глаза то это Это вопросы нашей и общей политико-правовой культуры. Я убежден, что мы от helicopter view, от системы выборов, которая есть в стране, и участие людей в управлении делами общества и государства, до конкретной деятельности каждого конкретного лоббиста и специалиста по government relations, прослеживаем вот эту самую тенденцию. Требование того, чтобы лоббизм был прозрачным, предсказуемым, чтобы бюджеты публиковались, компании, выделяемых на лоббизм, терпимость или нетерпимость чиновников к тому, с какими к ним приходят задачи и проектами. У нас же сегодня происходят на самом деле очень печальные тенденции, вот это сращивание государственной власти с бизнесом, развитие мало кому подотчетных госкорпораций, сегрегация частного бизнеса, вытеснение частного бизнеса на обочину процесса государственного частного партнерства, это все вещи, усиливающие коррупционную составляющую, к огромному сожалению. Потому что если действительно государственный бизнес, это хорошо, это здорово, это основа развития, а частный так, где-то там подчиненный роли играет, а я уже сказал, разница есть в этом, между прочим, в производительстве труда и в организации корпоративной культуры, особенности управления, это все усиливает ту самую коррупционную составляющую, которую никакими заключениями государственного права управления администрации президента не вычистить. Здесь нужна именно совершенно иной подход системный к взаимоотношениям бизнеса и государственной власти. Я думаю, что на мой взгляд, вот это умение сегодня, задача выстраивать систему прозрачного управления рисками является задачей для каждой компании. Если задача ставится прозрачно управлять рисками, то это как раз основа того, чтобы лоббистская деятельность не была коррупционно емкой. Я прошу прощения, я вас просто перебью, потому что у вас, вы, по-моему, не торопитесь, вы с нами до конца, да? Я хотел бы, чтобы вот по этому вопросу, очень важному для всего мира, тут не должно быть никаких иллюзий. Вот говорить, что коррупция это элемент одичания, значит мир одичал. Если мы говорим о том, что Сименс сейчас пытается отмыться безуспешно от коррупционных скандалов, ну не получится у него отмыться. Но я сейчас хотел бы передать слово господину Черьяну, потому что, к сожалению, он нас скоро покинет. И снова мы с вами, Олег, вернемся к обсуждению этого вопроса. Очень важно, как в Индии решается эта проблема. Другими словами, как в Индии дела с коррупцией обстоят и как часто там переходит вот эту грань? Мы понимаем, что хорошо, но все-таки как? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Despite that, despite the opposition from these powerful vested interests, India now has a law called the right to information. And this right to information law has become the building block of fighting corruption. It is not a fight that is complete. It is not a fight that is over. It is only a fight that has started. But to complete the whole picture, competition has reduced corruption for the business person. And the right to information has begun to reduce corruption as far as the ordinary citizen is concerned. So, it would be incorrect to say that corruption is now zero or has vanished. And I don't believe that corruption can vanish, but it can be reduced. And the process has begun. And I'm a skeptic. I'm usually anti-government. But I can tell you that to some extent I'm quite comforted by the fact that the direction has changed today. I would like to point out, if the law of lobbyism helps, is it possible in India? If the law of lobbyism helps, is it possible in India? If the law of lobbyism helps, is it possible in India? There is no law for lobbying in India. In fact, most of the lobbyists, most of the people who practice GR in India are either lawyers, who do not recognize any law anyway, accountants, PR people, and all kinds of other freelancers, who are either political consultants, etc. But I think that we are coming to a stage where there will have to be a law, because I think the numbers of people involved in lobbying is increasing. India has a new tradition, which is called self-regulation, which means that we are against government putting any rules, and you let the professionals create rules and then police it themselves. This may seem alien to some of you, but the same system that is followed by the legal system, or by the accounting system, where people within the profession decide to make the rules and set the regulations. I think lobbying is likely to become one of those industries, which is self-regulated rather than regulated by government. If it's possible, can you describe us how important in the lobbying process in India such factors as nationality, religion, some original solidarity? You know, strangely, in India, people, it's a very good question, people ask me, the first question I get asked when I am abroad is how important is caste? You know, because Indian society is caste driven. People ask me how important is caste? And my answer is, neither caste nor religion has any impact. In fact, even nationality does not have too much of an impact on lobbying. Nationality of the company has some effect, but only if you are either Chinese or Arab. Arab because we have an anxiety on the security side, and Chinese because India believes that a lot of Chinese capital is actually a proxy for the Chinese army's effort to enter certain strategic areas in various countries. Now, this may or may not be true, but this is the impression that Indian lawmakers have about both Chinese industry as well as industry from the Middle East. So, there the regulations, as far as countries are concerned, may be significant. But religion otherwise has no significance, if you are a businessman, caste has no significance, and almost nothing else. It is an advantage to be Russian, actually, in India at the moment. Thank you very much. Thank you very much. Дамы и господа, вопросы? Дамы и господа, вопросы? Екатерина Шустер, Москва. У меня вопрос практического свойства. Потому что я уже 40 минут слушаю, я занимаюсь журналистикой и пиаром. И, честно говоря, не могу понять, как на практике выглядит работа лоббиста. То есть, например, в пиаре ты формируешь стратегию, формируешь мероприятие, создаешь какой-то полу лояльных СМИ, решаешь проблемы компании. Вот у меня две части вопроса. Первая – компания, которая хочет прийти на российский рынок. Вторая – компания, например, нефтяная какая-то в России, которая существует. Можете приоткрыть ко всем вопрос? Потому что очень смутное представление, несмотря на то, что я достаточно активно читаю СМИ, изучаю пиар. Но эта часть, учитывая, что нет закона о лоббировании, непонятно. Это только личные связи твои с государственными органами. Вот как в России это выглядит? Я все-таки предложил бы вернуться к обсуждению этого вопроса чуть позже, потому что я напомню, наш гость должен нас покинуть. И если конкретно индийский опыт вас интересует по тем вопросам, которые вы сейчас задали, или кого-то интересует конкретно индийский опыт решения тех или иных проблем и задач, которые перед вами стоят, вот хотелось бы в первую очередь о них поговорить. Сергей Москва хотел уточнить у господина Чириана, есть ли среди клиентов компании, девелоперские или строительные компании, клиентов пиар-компании господина Чириана. И если есть, то каким образом выстраиваются джар-технологии, выстраивает ли господин Чириан и через кого? Сергей Москва, Мяк State Media Андрей Украинский, если я понимаю, что, если я ты сказал, то есть и с вопросом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Если у вас есть еще одна минутка, я бы, может быть, уточнил вопрос коллеги, если я его правильно понял. Если среди ваших клиентов в Индии риэлэстейтовские компании, если есть, то работаете ли вы с ними по направлению джар? Им надо решить какой-то вопрос, получить заказ. Я так понимаю, вопрос от заинтересованного лица был задан, который связан с этой областью. Я думаю, что мы работаем с компаниями в реал-эстейте субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 самые вопросы можно выключить даже, попросить выключить магнитофон можно даже просить регистрации Москвы, действительно, отключить микрофоны прямого эфира, которые установлены в зале, действительно попросим вас это сделать, итак, есть ли вопросы? извините, не успел если вопросов нету, то поскольку, поскольку господину Чиряну действительно в полчетвертого надо уходить на очередную встречу я искренне от всей души хотел бы поблагодарить его за участие в днях пиар Москве чуть ли не пачка ежедневно закон о лоббизме вот он будет работать, для чего он нужен? спасибо, я лично как практикующий лоббист считаю, что закон о лоббизме не нужен объясню почему то есть, на мой взгляд, вот те люди которые активно говорят о необходимости закона о лоббизме очень часто относятся категории тех людей, кто к практическому лоббизму отношения не имеет есть люди, которые имеют действительно свои резоны но очень часто просто вот есть люди, которые решили найти себя в новой индустрии типа, а что вообще в мире? а вот закон о лоббизме бывает а давайте мы тоже будем за закон о лоббизме в нынешних российских условиях я думаю, что закон о лоббизме будет вреден по одной простой причине потому что реальные лоббисты знаете, у нас список лоббистов есть ведущих лоббистов России 100 ведущих лоббистов России не, Путина нет Путин в ведущих политиках не, 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 Путина нет в списке лоббистов он нет значит, уже список не верно да, но я считаю, что так сказать, ладно, президент я считаю, что список лоббистов в котором нет, грубо говоря Юрия Ковальчука и Геннадия Тимченко наверное, это, мягко говоря неадекватен у нас в стране пошел профессиональный жаргон Ковальчук, Тимченко не, ну какой профессиональный коллегам, чтобы на языке говорили ну почему? Тимченко в том числе российский лоббизм в конце концов Ганвар один из крупнейших нефтетрейдеров который же не швейцарскую нефть поставляет правильно, да? российскую вот так вот, я к чему? что получится такая вещь реальные, так сказать, лоббисты регистрироваться не будут а те, кто зарегистрируются у них будут возникать проблемы следующего характера первое поскольку они будут отчитываться то они тем самым, так сказать будут давать возможность давать информацию о всех своих шагах своим конкурентам которые этого делать не будут а обязательно сделать процесс лоббирования и разделить вообще где лоббирование учитывая то, что сегодня лоббизм настолько многогранен настолько разнообразные технологии бабушка, которая приходит к депутату с просьбой починить у нее унитаз она занимается лоббизмом или нет? по сути дела, да человек пришел со своим интересом к представителю органа государственной власти и я думаю что реально вместо закона о лоббизме нам нужно то, о чем говорил наш уважаемый индийский коллега RTI действительно законы об открытости информации нам кстати говоря на круглом столе в Госдуме который Михаил Гришенков организовал уважаемый мною с которым мы давно сотрудничаем в том числе и по закону о противодействии с коррупцией и кстати говоря я считаю что закон о противодействии коррупции нужен регулировать то надо чиновников а не тех кто с ними взаимодействует должна быть вообще должно быть правовое поле должен быть комплекс законодательных актов регулирующих взаимоотношения органов госвласти и общества и очевидно что должны быть законы во первых обеспечивающие прозрачность информации о не только принятии решений но и о процессе принятия решений о вариантах которые существуют это первое второе необходимо законодательство связанное с экспертизой вообще тех или иных принимаемых управленческих решений и с обязательным привлечением к этой экспертизе и представителей заинтересованных компаний и общественных организаций научных и так далее причем я могу вам сказать кстати говоря вот мне всегда приятно работать с Минпромэнерго и с МЭРТом в принципе мы достаточно эффективно взаимодействовали в рамках экспертных клубов общественных советов и так далее могу сказать что то что делает например команда Виктора Христенко в том что связано с развитием тех или иных отраслей промышленности заслуживает уважения действительно вот цивилизованный лоббизм представителям компании говорят ребят скажите что вам надо чтобы мы заложили в программу развития отрасли другое дело что понятно не все принимается согласовывается пример когда государство выступает инициатором вот этой всей лоббистской активности вот ну и естественно я полностью поддерживаю нашего нового президента на тему того что необходимо контролировать доходы не только чиновников но и членов их семей то есть ну эти вещи они в принципе в мировой практике присутствуют они прописаны а что касается лоббистской деятельности опять таки приведу пример вот на том же самом круглом столе был представитель Литвы ему говорят у вас есть закон о лоббизме он говорит есть ну как помогает бороться с коррупцией он говорит нет реально оказалась пустая бумажка вот поэтому есть вот я полностью согласен с господином Рубянцев в том что в первую очередь все таки нужны основополагающие принципы нужна правовая культура и вот это регулирует гораздо лучше чем вот эти законы лоббизма а в наших условиях я боюсь что закон о лоббизме просто превратится в дубинку против так сказать тех или иных неудобных персонажей спасибо ваша позиция ясна вы против я хотел бы я хотел бы прежде чем передать слово Олегу предложить некое нововведение если кто-то хочет что-то сказать возможно не относящийся к вопросу пиара ну просто захочет сказать он подходит к микрофону и тогда мы видим что у человека есть свое мнение если мы видим что у людей нет мнения то мы передаем слово друг другу и продолжаем работать в таком режиме я внатно выгляделся если у кого-то есть свое мнение он подходит к микрофону и мы беспощадно прерываем спикеров и предоставляем вот Олег извините не получил я можно такие несколько комментариев хотела бы сказать меня зовут Марина Арканникова я представляю Санкт-Петербург социал политехнического университета кроме этого я представляю журнал деловой конкуренции рынок где мы обсуждаем наверное эту тему мы с доми равно обезум какой он есть месяц назад в Санкт-Петербурге РАСО проводила конференцию на тему СМИ верования бизнес я там выступала спикером и мой мастер-класс изучал заговоря три членовники на предпринимательском языке но мне не об этом хотелось я хотела сказать что наверное я согласна с господином Румянцевым о некой пессимистичной взгляде по поводу пассивности наших граждан нашего гражданского общества и по поводу их терпимости коррупции наш журнал в течение трех лет проводил исследование как лоббировать в себе бизнес и к сожалению наш анализ наше исследование не показало каких-то автомистичных результатов а показало что и бизнес цитирую говорит что лоббизм это явно не интеллектуальная деятельность они не видят скажем так результатов они больше решают наверное пулуарный вид коррупционный это и в связи с этим у меня вопрос наверное может быть уже не как пиар-специалист а может быть наверное как преподаватель какие бы вы могли предложить все-таки и господину Ниченко как практику какие вы могли бы предложить сформулировать методы формы лоббирования которые уже существуют я не знаю давление смес политических лепенинг может быть какие-то которые были конструктивны которые может быть уже реализованы то есть какой масштаб какая широта этих тактик форм наверное осуществляем его лично Евгения попрошу запомнить этот вопрос если позволите мы попросим для начала Олега Румянцева который в ближайшее время тоже вынужден нас покинуть срочно вновь открывшимися обстоятельствами все-таки ваш главный конек это закон о лоббировании нужен он нам и какие формы лоббирования там должны быть прописаны это вообще не является моим коньком отнюдь депутат в Верховном Совете членом которого состоял Игорь Евгеньевич назвал его Государственной Думой и слава Богу это был Верховный Совет был другой орган демократически избранный во-первых избранный по территориальным округам одномандатным представлявший собой неразрывную связь избирателя и политика и вот там в 92-м году был поставлен в повестку дня закон о лоббистской деятельности Российской Федерации в 92-м году в 92-м и 93-м годах этот закон обсуждался я еще раз возвращаюсь к контексту в котором брали Евгений Мечен и сказал лоббистской деятельности и гамм-трилейшн существует в контексте и политико-правовой культуры и деятельности политической системы и конституционного строя в стране тогда была возможность сделать действительно закон о лоббизме и Российская Федерация имела несколько периодов период начала 90-х годов когда действительно был действительно без всяких шуток была связь избирателя и политика период с 94-го по 2004-й год когда как раз было раздолье лоббизма не во многом не контролируемого не прозрачного и так далее и период 2004-го года вот та самая стабилизация в результате которой появилась одна правящая партия и прочее и прочее как минимум три этапа сегодня у нас нет к сожалению условий для принятия адекватного закона лоббизма но они были когда-то и надеюсь они появятся тоже когда-то потому что правовое государство и политика правовой культуры и правосознание и правоприменение не могут развиваться без законов закон такой нужен другой что он сегодня действительно будет извращен для того чтобы конкурентные преимущества тех кто сильнее были бы реализованы кто сильнее мы сегодня знаем готовить такой закон тем не менее нужно во многом даже можно опираться на тот закон который в развитии верховно-сайтовского варианта в 95-м году был внесен на первом чтении государственной думы вы помните эту ситуацию вот на базе того самого закона как не удивительно разрабатывавшегося представителем коммунистической фракции товарищем Зоркальцевым тем не менее на сегодняшний день на мой взгляд наиболее представляется наиболее адекватным заготовкой как законодательство прописывающее вот так сказать отношения общества и власти в части лоббистской деятельности какие конкретные вещи прописывать я уже упоминал например публикацию лоббистских бюджетов и так далее деятельность ассоциаций потому что очень важно наиболее прозрачной частью лоббистской деятельности на сегодняшний день является деятельность отраслевых ассоциаций это очень хорошо что эта деятельность развивается когда каждый член ассоциации чекирует друг друга чтобы тот не вырвался на какое-то конкурентное преимущество лоббируется отраслевой вопрос как правило это делается более или менее цивилизованными методами но давайте хотя бы то что можно сегодня запишем в такой закон в тех областях найдем еще я просто из-за того что мало времени не буду развиваться потому что законом этим в свое время довольно плотно занимался еще в Верховом Совете считая его действительно очень важным с точки зрения конституционной практики тем не менее думаю что закон нужен но у нас сегодня другая ситуация лоббизма сегодня чем является лоббизм встраиваться чем занимаются главные лоббисты тех может быть которых и не пишут в списках ведущих лоббистов встраиванием бизнеса в реализацию некоторых крупных проектов это крупные очень бюджеты это прежде всего участие в освоении бюджетных средств бюджетных статей это очень крупный лоббизм понимаете это не для такого лоббизма для галмер релэшн специалиста это как правило решается на уровне собственника крупного бизнеса и например президента или премьер-министра ну самый низкий уровень вице-премьера вот у нас до какого острия иглы сузилась сфера действительно реального крупного лоббизма все же остальное сегодня получается это так обслуживающая деятельность а мне кажется что как раз лоббизм как нормальная бизнес-практика должен развиваться не как теневая деятельность а как нормальная достаточно массовая кстати говоря бизнес-практика вот для этого собственно говоря и нужно было бы подойти к закону лоббизма которому Юрий настойчиво спрашиваете извините просто мне позвонили от моего непосредственного руководителя мне нужно срочно выехать в компанию поэтому мне было очень приятно приглашение моего друга Игоря Евгеньевича Минтусова и принять участие в этом субстанном спасибо огромное Олег Евгеньевич спасибо вам большое если без паузы Евгений Евгений вам был задан вопрос я попросил его зафиксировать слушайте а я забыл какой вопрос был да все про то же про технологии что ли какие технологии ну вот давайте давайте я сначала про деньги расскажу про коррупцию я вот с тех пор как занялся практическим лоббизмом взял для себя правила никогда не давать взяток даже гаишником вот и могу сказать что очень серьезно пострадал в связи с этим у меня была ситуация когда в меня въехал на мопеде пьяный гастарбайтер и после этого я практически 7 месяцев не мог получить ГИБДД справку о ДТП а соответственно не мог отремонтировать машину вот и в итоге вопрос был разрешен только после звонка то есть там из руководства одной из силовых структур лоббирование лоббизм использовал свой ресурс да использовался это лоббистский ресурс абсолютно правильно вот и к сожалению конечно же у нас сегодня уровень бытовой коррупции терпимости к этой коррупции он очень высок при этом я могу сказать что как ни странно на более высоких уровнях и на более масштабных вопросах на мой взгляд сегодня уровень коррупции на самом деле снижается по крайней мере вот то что касается промышленности я не могу сказать что он снижается критически но есть какие-то вещи связанные с введением тендерных процедур и действительно с большей открытостью тех или иных министерств поэтому когда говорят о тотальной коррупции я могу сказать что мы достаточно эффективно решаем задачи наших клиентов при этом принципиально отвергаем любые возможности решения этих проблем финансовых так вот что касается технологий которые отличаются от традиционных я могу сказать что все-таки очень важно то что мы называем жароориентированием потому что вот то чем я говорил что очень часто формально это с этой системой не соответствует реальной расстановке групп влияния необходима очень мощная аналитическая работа я могу сказать вам как у нас вот реально родилось это вот исследование про иоплобизм просто мы по заданию наших клиентов которые имели интересы в Украине Казахстане Белоруссии целенаправленно в мониторинговом режиме отслеживали изменения групп влияния в этих государствах и соответственно систему лоббизма там вот и ситуация очень динамичная но тот же самый Казахстан где там скажем одно время группа номер один была группа среднего зятя президента Тимура Кулебаева сейчас очень серьезно увеличился вес премьер-министра в то же время вот буквально сегодня с утра большое у нас совещание по Казахстану в последнее время влиятельность Кулебаева снова возрастает то есть вот пожалуйста это происходит при том что все люди на тех же самых местах вроде бы ничего не происходит но в то же время по каким-то маркерам поэтому очень важно иметь возможность отслеживать информацию причем отнюдь не обязательно эта информация инсайдерская очень часто по открытым источникам если их правильно читать делаются правильные выводы я могу вам сказать просто вот для любого практикующего лоббиста одной из основополагающих книг должна быть книга Вашингтона Плэдта стратегическая разведка это один из цирушников который написал о том как вообще работает разведка ну и общеизвестный факт что 90% выводов делается на основе открытой информации вот и первое все-таки это аналитика второе это к сожалению учитывая очень важный персонифицированный фактор это учет личных особенностей человека ну когда у нас мы сопровождаем достаточно крупные контракты где уже о серьезных суммах идет речь то мы делаем в том числе психологические профили всех партнеров по переговорам просчитываем их возможные реакции анализируем их взаимоотношения между собой это важно дальше очень важны ну это вот скорее такие микротехнологии макротехнологии связанные вообще с идеологическим обеспечением вашего продвижения например когда мы работаем с российскими компаниями в Украине то иногда у нас возникает необходимость у одного из наших клиентов это российская компания но для того чтобы было принято положительное решение по его проекту в качестве компании хедлайнера процесса выступал его шведский филиал то есть для Украины с ее евроманией было очень важно что не какие-то там завшелые русские технологии а продвинутые европейские поэтому вот шведская фирма это хорошо была бы русская было бы сразу много вопросов дальше очень важен вообще идеологический контекст создания вот таких вот образов смыслов то есть я думаю что сегодня процесс лоббирования очень часто связан с созданием книг фильмов вообще таких вот масштабных идеологических полотен может новых идеологем вообще чего сегодня к сожалению России не хватает на внешнем рынке то есть то что описывается технологией soft power там мягкая или гибкая власть там в концепции Найо и Зиглера и очень важна власть экспертная я могу вам сказать что очень важно взаимодействовать с экспертным сообществом тем более что бюрократия во всем мире одинакова вот американская идея теория garbage cane мусорного ведра к сожалению она работает во всем мире когда накапливается какой-то набор решений и в момент когда надо вот это решение принять чиновник просто засовывает по локоть руку в это самое мусорное ведро и там начинает выбирать а что может подойти как например яркий пример вот такого garbage cane это сейчас решение о принятии агентства по делам СНГ в свое время это лоббировалось достаточно давно несколько лет назад проект не прошел но он остался осталось положение в момент когда вот происходила вот эта вот перегруппировка правительства а вот вот есть проект ну давайте создадим да вот поэтому я думаю что вот эта вот работа на длинные сроки с экспертным мнением созданием документов концепции и так далее она достаточно эффективна спасибо если 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 позвольте я обещал Владимиру пару да спасибо я очень терпеливо все слушал что говорили о тех самых коррупционерах скажем так которых я может быть в вашем представлении в вашем понимании представляю по этому поводу когда Евгений уже задел что называется за живое да за деньги что называется что надо доходы чиновников смотреть членов их семьи вот тут уже конечно я не выдержал нужно отречить это президент да это говорил президент но Евгений его повторил вот поэтому несколько да ну я еще раз представлюсь я советник председателя комитета государственной думы по информационной политике информационным технологиям и связи ну законодатель но мы госслужащие да так что я поэтому я специально не комментировал то что говорили коллеги мне очень приятно все это было выслушать и мне во первых понравилась стилистика которую сейчас задал наш уважаемый модератор это стилистика эхо Москвы которую я очень уважаю и со своим председателем комитета Валерием Комиссаровым и там достаточно частые гости ой это правда да вот и наверное я сначала скажу немножко как чиновник а потом я немножко скажу как бывший пиарщик тем более я много лет поработал в компании Никулем поэтому я побывал как бы в данный момент я сижу в окопе на кого направлен вот этот жар да и одно время я сам штурмовал эти окопы вот у меня ровно пять лет я штурмовал окопы госвласти а вот пять лет я уже окопался как в этих окопах поэтому я примерно могу понимать что там происходит но сначала как чиновник то что говорили о законе о лоббизме я практически полностью согласен с коллегами которые выступали и Евгений и господин румянцев что закон о лоббизме вот в той редакции который 95-го года он конечно является самым универсальным но я думаю что по всем экспертным мнениям в пятом созыве госдумы закон о лоббизме принят не будет всего скорее как бы ни говорил об этом Медведев и мы все двумя руками за то чтобы коррупцию как говорил президент отрубать там рукой да то есть рубить руку коррупционерам но действительно на данный момент Россия сейчас безумно коррумпированная страна и все это знают и признают и слишком много интересов придется затрагивать когда мы примем такой закон о лоббизме мы ментально пока не готовы к нему подойти я с трудом представляю вы знаете наверное это практика лоббизма допустим в Соединенных Штатах Америки когда в Конгрессе все лоббисты наверное знаете у них у всех есть бейджики на них написано Джон Смит лоббист компании Никола М лоббирую проект там о если жизнь на Марсе да вот я с трудом представляю если в Думе будут ходить такие люди с бейджиками да и представляться что они лоббируют интересы такой-то компании корпорации и от них будут просто да от них будут шарахаться по большому счету закон о лоббизме он уже как таковой неформально существует что скрывать вот Евгений тоже говорил об этом у нас лоббизм сейчас стал в области скажем так государственной политики уже ни для кого не секрет что в Госдуме существует несколько ну скажем так клановых клановых лоббистов таких как Газпром Роснефть Потанинский Абрамовича ну я еще могу назвать очень много известных людей люди Дерипаски которые там тоже председательствуют и сидят среди 450 депутатов А он на них жалуется говорит не мои люди Да даже в Госдуме есть определенная статистика сколько лоббистов от каких компаний заседает в стенах Госдумы вот поэтому в государственном плане закон о лоббизме уже принят и здесь к сожалению или не знаю или к счастью мы пока ничего не сможем сделать и все большие решения принимаются конечно не в кабинетах даже Госдумы да я говорю еще раз о том что мне нравится стилистика эхо Москвы все решения как вы понимаете вы люди тоже думающие читающие они как правило принимались раньше да на старой площади которая давала определенные указания разнарядки и потом Госдума голосовала так как это нужно было той или иной компании на вопрос девушки если какая-то компания хочет зайти на российский рынок куда ей идти да ну вот сейчас я наверное могу сказать ей надо идти в белый дом да а вот раньше нужно было идти в администрацию президента чтобы завести компанию на рынок естественно нужно было согласование различных управлений именно администрации президента поскольку это был высший государственный орган власти и не Госдума и не правительство сейчас у нас вектор сместился в белый дом и пока все решения будут идти оттуда поэтому здесь надо себе отдавать отчет в этом понимать ситуацию и думать о том как вы как специалисты как профессионалы можете поработать в этом сегменте в этом рынке с большим интересом и в первую очередь как и все профессионалы все должны зарабатывать на этом деньги вот это то что касается государственного лоббизма да я говорю закон о лоббизме уже есть он неформальный он существует и поверьте мне если сейчас начнутся какие-то поползновения опять этот закон о лоббизме поднять в редакции 95-го года я думаю что у этих людей у этих людей их политическое будущее будет очень туманное потому что система коррупции действительно достаточно мощная то что делает Дмитрий Анатольевич который первый поднял эту тему достаточно серьезно это конечно только приветствуется но пока я боюсь что вот о чем говорил Евгений мы будем работать с какими-то микроэкономическими проектами микро-GR проектами с ними работать можно они есть они интересны допустим в Госдуме я например я например плохо помню чтобы вот ну кроме Евгения там еще есть ряд действительно известных GR специалистов которые работают в Думе каких-то обращений в Думе по поводу какого-то законопроекта у нас практически не проходит чтобы люди так работали как фирма Евгения или каких-то там других структур это действительно профессионал но есть есть понимание того как можно делать GR проекты очень красиво вот со стороны как бы уже говоря как пиарщик я вспоминаю кстати проект который был связан с Индией когда Владимир Владимирович Путин летел первый раз в Индию и кстати и наши индийские товарищи заодно очень известные бизнес компании заказали нам проект чтобы Путин узнал об этой фирме я тогда работал в компании Николэм и мы вот Игорь Евгеньевич помнит провели очень очень интересный GR проект что до Путина было донесено что вот это уважаемая фирма не буду делать рекламу рекламу и называть она является одной из лучших вот именно компаний которые инвестируют в Россию вот такие небольшие микро GR проекты их конечно нужно делать они могут проходить тем более чтобы вы понимали лоббизм это не чемоданы да вот очень многие думают что чтобы быть лоббистом это здорово то есть ты берешь чемодан денег несешь в Госдуму вот ставишь определенный кабинет там тебе что-то там дают так называемый какой-то откат да и все нормально это неправильно лоббизм сейчас стал достаточно очень тонким очень специфичным чтобы понимать какие-то такие тонкости да для этого неплохо было бы всем вот людям которые занимаются GR немножко изучать устройство работы госструктур поймите бюрократическая машина она очень тонкая я знаю масса лазей которым я сам иногда пользовался когда был не чиновником а пиарщиком когда я лоббировал интересы тех или иных компаний есть понимания такие как президиуму советы круглые столы пленарные заседания и масса-масса каких-то мероприятий через которые ты можешь ты можешь внедриться и как бы вытащить интересы своего клиента мы сейчас говорим не о суммах которые больше миллиона скажем так мы говорим о суммах которые приемлемы примерно в каком-то понимании сотен тысяч долларов допустим вот это главное это тоже нужно знать как работает бюрократический аппарат он работает действительно очень специфично если говорить о лоббистах партийных вот об этом тоже немножко говорили уже ни для кого не секрет что у нас политические партии в Госдуме они уже по сути сформированы как бизнес партии это партии ЛДПР и КПРФ нету членов партии здесь ЛДПР КПРФ я никого не обижаю нету вот симпатизирующие вы же вы тоже читаете прессу вы прекрасно знаете что проход в список от ЛДПР на прошедших выборах составлял порядка 5 миллионов долларов проход в список КПРФ тоже где-то около 4-5 миллионов долларов кто туда пришли я назову одну фамилию например господин Муравленко вы знаете господин Муравленко его состояние оценивается порядка там по-моему в полтора миллиарда или двух миллиардов долларов вот когда приходят во власть такие люди становится все очевидно и понятно да поэтому у нас сейчас и у нас и у вас какой-то действительно есть уникальный период в жизни когда когда вы можете на каких-то небольших проектах GR проектах начинать потихонечку изучать и вот эти все механизмы и подходить к тому пониманию что в России все-таки будет построена правовой демократической государства что еще могу напоследок сказать знайте что в вашем бизнесе уже появились конкуренты конкуренты в виде шарлатанов вы вот ни разу не сталкивались с шарлатанами джарщиками вот я вам расскажу в том году был замечательный пример в Госдуме как один молодой человек который имел только среднее образование и работал грузчиком в какой-то ну в какой-то муниципальной структуре он организовал круглый стол в Государственной Думе он разослал на фирменных бланках которые он примерно понимал как они делаются он разослал руководителям крупных предприятий приглашение на круглый стол и с просьбой заплатить 15 тысяч на какой-то определенный счет вот я в том году видел эту очередь обманутых руководителей предприятий среди них такие уважаемые дяди тети в костюмах дорогих которые толпились на Георгиевском переулке и спрашивали почему их нет вот этот молодой человек он гениальный конечно человек у которого не было высшего образования когда он не занимался джиаром он посмотрел что он посмотрел по интернету как делаются как проводятся круглые столы в Государственной Думе он взял просто регламент он нашел какие-то ну определенные нужные слова он обозначил свой ну что-то типа центр экономических политических исследований ну вот такая какая-то расплычатая формулировка с триколором с печатью открыл свой счет сделал офис где сидела одна девушка и принимала заявки и собрал порядка около двух миллионов рублей на этом деле вот и это была красивая толпа я когда спрашивал у наших ребят охранников СФСО кто это говорят это люди пришли на круглый стол когда они стояли час и поняли что их надурили и надурили очень красиво вот я к тому что конкуренция в джаре уже начинает появляться и будьте к этому тоже готовы и мое конечно предложение что конечно нужно учиться вот этой специальности джара у нас катастрофически не хватает если я говорю уже о бизнес о бизнес каких-то предприятиях специалистов по джару если у вас есть возможности мой совет если есть возможности поработайте в госслужбе поработайте это конечно может быть не те деньги которые платятся в пиаре но поиметь какую-то небольшую практику работа или в думе или в правительстве или в министерстве вы можете поменять какая кухня там происходит и специалисты которые будут заниматься профессионально джаром понятно что это люди должны быть ну достаточным каким-то опытом и жизненным в том числе они очень востребованы сейчас практически каждая средняя финансо-промышленная группа уже имеет в своем штате вице-президента по джару и я думаю что за этим большое будущее и призываю вас только к сотрудничеству в этом плане спасибо Владимир но мы вас не оставим в покое я просто хотел бы уже с моей непросвещенной точки зрения посоветовать если такое в нашей стране советы возможно просто распечатать выступления двух наших господ специалистов потому что каждое слово на вес золота я для себя просто выступление Владимира Евгения при всем при том что это не мой хлеб извлек огромное количество информации я прошу прощения если можно буквально пару минут пару минут потому что я просто с моей стороны буду преступлением не дать слога Игоря Евгеньевичу который за которым просто тоже надо очень записывать Юрий меня заинтересовало как одного из организаторов этого мероприятия ваша реплика о том что каждое слово которое вы здесь слышите на вес на вес золота а вы заплатили взнос за участие в днях пиар в Москве и сделали все участники которые находятся в этом зале или нет я давно работаю генеральным директором как я уже сказал и моя задача не только зарабатывать но и уметь тратить деньги или их не тратить вообще спасибо спасибо за короткое за слово я хотел бы позицию свою высказки относительно закона о лоббизме чтобы здесь у коллег я надеюсь по крайней мере некоторые из присутствующих не имеют отношения к лоббизму и к джар как профессионального рода деятельности чтобы здесь не сложилась такая несколько на мой взгляд искаженная картинка в высшей степени забавно слушать точку зрения эксперта в области лоббизма одного из ведущих Евгения Минченко с одной стороны с другой стороны практикующего лоббиста в этой области о том что он думает нужен либо не нужен закон о лоббизме я совершенно точно могу сказать что Евгений Минченко так же как и безвременно ушедшему от нас Олегу Румянцеву и наверное даже Владимиру Кравцову хотя он занял такую совсем мягкую позицию по отношению к этому закону естественно закон о лоббизме не нужен конечно не нужен я хочу сказать что помимо группы которые себя называют лоббистами реально их является этой деятельностью для них есть еще другая группа в России не поверите она называется гражданское общество это люди которые не имеют отношения к лоббизму им вообще очень интересно знать что господин Минченко прошу Евгения я тебя беру как такого примера эффективного практикующего лоббиста а что он делает вообще 80 часов во время своего рабочего дня какие проекты вообще он лоббирует от каких компаний и какие он получает за это гонорары и платит ли он с этих гонораров налоги я думаю что каждому присущему здесь если они себя считают членами гражданского общества и находятся в этом формате правового государства естественно эти вопросы очень интересны и поэтому на мой взгляд почему почему в России до сих пор нету закона лоббизма это вопрос ответ мой закон лоббизма нет потому что он не нужен заинтересованным группам он не нужен практикующим лоббистам раз кто лоббирует второе он не нужен власти на которую там лоббирует объект лоббирования единственный субъект которому этот закон о лоббизме нужен это то что я уже упомянул почти ругательством в России гражданского общества естественно это нужно остальным это нужно налогоплательщикам чтобы они посмотрели а действительно какие деньги тратит ТНК БИПИ на лоббирование по каким направлениям по каким технологиям заносят ли они это деньги в виде котлет очень интересный термин сегодня на начале Германич сказал что когда с гаишниками общается либо бумажки дают либо котлеты про откаты да хорошо поэтому я в порядке дискуссии решил занять такую очень определенную позицию сказать что мне как гражданину не поверите России естественно интересно знать кто занимается лоббистской деятельностью мне интересно иметь закон чтобы видеть кто у зарегистрированных лоббистов является клиентами мне интересно знать какие объемы контрактов существуют между заказчиком с одной стороны и лоббистской компанией с другой стороны и вопрос совершенно другой что если этот закон будет 2 третих либо 4 пятых лоббистов его не будут заполнять не будут выполнять потому что ну и так далее на эту тему естественно уже было сказано что тогда на разные конкурентные условия но в целом в целом я не вижу альтернативы закону о лоббизме то есть его надо принимать и ясно что в течение ближайшего времени не будет принят по тем причинам которые я только что обозначил спасибо я боюсь что может быть нам придется заниматься все таки законом о лоббизме просто в ситуации когда